Дверь в Тверь Это он уже зарекомендовал себя И вот теперь новое место притяжения Как сейчас модно говорить Роман, так что это за музей Дверь в Тверь? Это ответ на запрос наших гостей У нас все-таки основные наши гости Это гости города В основном они посещают культурные объекты То есть ответ на запросы По большому счету да И на основе личной коллекции Которая формировалась в течение нескольких лет Мы постарались упаковать это В такой любопытный формат Придуманный музей-конспект Где именно в такой краткой, емкой форме Человек узнает об основных вехах Фактах, связанных с этим регионом То есть вот он прекрасно понимает Где он оказался Где ему ответят на все основные вопросы Что увидят люди Которые придут в музей Какая экспозиция чего состоит? Я тогда в краткой форме Расскажу вам суть экскурсии То есть мы знакомим Людей с флагом и гербом Символами Говорим о территории Как она заселялась Кратко Появление государственности Первого упоминания города Далее археология Промыслы, ремесла, традиционная игрушка Сапожный промысел Символ козла и город Промышленные направления Период оккупации Деоккупация города Калинин И в конце мы говорим Об основных персонажах Выходцах из нашей области Знаменитых земляках Людях, которые сделали Нашу землю известной Вот в таком формате Проходит экскурсия Что опять-таки на стендах Это классические обломки Мечей, копии монет и так далее Или это сейчас новомодные Виртуальные некие экспозиции Экраны и так далее Я придерживаюсь Традиционного взгляда На музейное дело Основные фундаментальные принципы Которым я следую При создании музея Это системность Научность и патриотизм То есть я делаю Проекты такого типа Чтобы они очень последовательно Были похожи на музей То есть не были похожи На какую-то коллекцию Свалку Какой-то магазин И так далее Чтобы это все-таки был Именно музей Есть атрибуция Этикетаж Человек идет строго По логике повествования Экскурсионной И там представлены Реальные объекты То есть это не Не какие-то интерактивные блоки Это именно реальные объекты Но снабженные Интересными историями Например Можно просто показать Дингада Ивана Четвертого Серебряные чешуйки Но можно снабдить их Яркими фактами О том, что Деньги Не имели номинала А были фактически Оцениваемы на вес О том, что Тверские чеканщики Избегали необходимости Перечеканки И не писали имена князя На всякий случай Если он Как-то Закончит свое Правление И другие такие яркие факты Или монеты 1763 года Из миллиона Возможно Выделенного Екатериной На реконструкцию Нашего города После пожара То есть Через яркие факты Мы идем По экспозиции С реальными предметами А что Этот музей Это Компенсация Тверичанам За то, что Наш Кровеческий Никак не откроется А впоследствии Вы будете конкурентами Когда он откроется Или вы будете Дополнять друг друга Я очень надеюсь Что мы конечно же Будем дополнять друг друга Все мы ждем И открытия Краевического музея Когда я оказываюсь В других городах То сам с ребенком Конечно посещаю Краевический музей Люблю тоже Государственные проекты Но они как правило Достаточно обширны У них совершенно Другой подход Экспозиционный Много Объектов Которые показывают Широко Краеведение Это какие-то Кости Бивни Воссозданные стоянки Древнего человека И так далее А мы все-таки Музей-конспект Мы именно Адаптированную Сделали подачу Для современного человека То есть Это яркая Краткая подача Потому что В среднем Человек По нашей статистике Находится В музейном проекте Примерно около 40 минут А потом Остается Ну скорее всего Да То есть У нас порядка 20-25 минут Идет экскурсионная часть Дальше Самостоятельный осмотр Человек Знакомится с объектами Трогает Смотрит То есть Потрогать Можно Конечно Да Если говорить О персонажах Нашей истории Сейчас у нас 9 портретов С краткой биографией То это не просто портреты Про которые мы Рассказываем На экскурсии Ну Если Дементьев То внизу у нас Тут же Стоит под портретом Проигрыватель Виниловая пластинка Мы Включаем Лирические песни На его стихи Если Туполев То там есть Юбилейные медали Макеты Самолета Сейчас вот Возможно В ближайшее время Появится Воссозданная Ладья Афанасия Никитина То есть Есть Наборы Открыток Книжки Григория Сороки Ну То есть Люди могут Познакомиться Чуть поближе И поподробнее Конечно Многие вещи Вполне можно Трогать и брать Роман В последние Буквально недели Можно сказать Ну может быть Месяцы На улице К Твери Появилась еще Дополнительная партия Арт-объектов Это и Галера Тверь Это и Скажем так Ну памятник Нашему известному Ученому Математику Брайесу И так далее Тому подобное Макет Твери Начало 20 века Скажи Как ты к этому Относишься Действительно Это для кого Это для тверичан Или для туристов Очевидно Что последние годы А я вот Именно в этой Туристической Отрасли Уже порядка Пяти лет Получается Тверь Значительно Продвинулась В сторону Такого Туристического Города Конечно У нас Намного Больше Стало Гостей Города Посетителей И они Составляют Львиную Долю Посетителей И музейных Различных Центров Ну и Для тверичей Я думаю Появление Все новых И новых Объектов Конечно же Вызывает Яркий Интерес Если человек Привычно Ходит по одной И той же Улице Там условно Работа Аптека Гастроном А тут Встречают Какие-то Новые Объекты Это Ребенку Интересно И взрослому И он Познакомится Косвенно С историей Поэтому Конечно Вектор Это Совершенно Замечательный По некоторым Объектам Есть Очевидно Вопросы Но В целом Само Направление Насыщения Городской Среды Малой Пластика Это Конечно Замечательная И правильная Идея А Эту идею Ты Насколько Я знаю Во многих Городах Страны Бывал Мы Подсмотрели У кого-то Или Это Тверская Фишка Многие Объекты Мне кажутся Достаточно Типовыми Современная Скульптура Такая Довольно Обезличенная С ростовыми Фигурками Типичный Пример Портрет Семьи Это Такие Достаточно Типовые Объекты Которые Встречаются В разных Городах Это Как раз Тот Момент Негативный Который Хотелось Обратить Внимание Хотелось Больше Авторских Оригинальных Вещей К сожалению Этого Пока Маловато По некоторым Объектам Да Есть Вопросы Но Вектор В целом Позитивный А Какие Из этих Последних Новых Арт-объектов Ты Выделил Что Тебе Понравилось Лично Я думаю Что Вполне Элегантно Дополняют Нашу Среду Борельеф Неплохо Реализована Ладья Вот Наверное Да Ну и план Может быть Он Не слишком Оригинальный В ряде других Городов Подобный План Который У нас Сейчас Расположен На пересечении Радио Трехсвездской Тоже Встречается Тверь Состептичьего Полета Да Тверь Опять Парубежи 19-20 веков Да Логику Застройки Понаблюдать Можно И я думаю Что Это действительно Интересный Объект Это Собственно Говоря Не то Что Думаю Просто это очевидно То есть Когда проходишь По улице Там всегда Есть несколько Человек Которые Внимательно Рассматривают Этот план И действительно Он явно Вызывает Интерес Значит Это уместное Действительно Разумное Решение Хорошо Наш эфир Подходит К концу А о каком Объекте Арт-объекте Или скульптуре Ты мечтаешь Чтобы появилось На улице Хашу города Я думаю Что необходимо Увековечить память Олега Лосева Физика Который Осуществил ряд Фундаментальных Открытий в области Физики Без него бы мы Наверное Не ходили бы С мобильным телефоном Ученые Японские Американские Во время Нобелевской премии Ссылались на его труды А у нас К сожалению Нет ему Скульптуры Арт-объекта Я в свое время Такую идею Разрабатывал Ко мне обращался Человек Который пытался Увековечить его имя Мне кажется Это очень достойная фигура Которая К сожалению Не нашла отражения На наших Как-то улицах Среди наших Арт-объектов Которые стоило бы Уделить внимание Ну что ж Спасибо за такое мнение Надеюсь Что власть Придержащие Услышат Вот такие Мнения людей Которые действительно Что-то делают Для развития Туризма В Твери Подумают Какие скульптуры Нужно еще поставить И хранить Подумать На те скульптуры Которые может быть Уже решили поставить На предмет того А стоит ли Прецедентов В Твери есть Ну что ж Спасибо большое Роман Это была программа Тема дня Комментарий До новых встреч Интересных вам прогулок По Твери